Народ, с вами Алекс Фрэш, мы продолжаем играть в Day Crew 2 и сегодня мы продолжаем покупать странные тачки. Итак, сегодня у нас будет прото или прото HUB1 1930 года. Я думаю, что это колымага, будет чертовски круто выглядеть. Цвет не знаю какой, нужно короче или яркий или черный какой-то. Вот нужно короче или черный, или какой-то желтый. Давайте начнем с черного, надеюсь я это сделаю не зря, с дисками чё, ого. А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игр AlexStore, ссылка в описании. Все серьезно, вот эти серьезные кстати. Не знаю просто какой будет тюнинг, давайте пока что такие, 14 тысяч кредитов стоит. Не дешевая штуковина, не дешевая. О боже, ночь наступила что ли? Эй, а как управлять-то? А постоянно забываю. А, Б, понятно. Так, но пока мы ее не затюнили, можно наверное проверить. Ёпты, как темно. Фары работают, вроде горят. А, на первой еду. Опять передач. Ну, короче, где-то по 200 будет ехать. Я думаю, что движок на ней делать не буду. Давайте мы ее сейчас внешне посмотрим. Я думаю, что можно будет сделать какой-то типа кастом. Ну, вдруг, если нам повезет. Хотелось бы, по крайней мере, так. Из тюнинга что-то слепить интересное. Но, что в реальности будет, без понятия. Так, F10 сменить транспорт. И ищем эту Колымагу. Она, по идее, должна не отображаться. Вот она. Отлично. Так. Тюнинг. Ну, цвет попозже. Потому что нам нужно стайлинг начать делать. Хотя, может, нужно было наоборот светлый покрасить. Ого. Слушайте, ну, давайте, если цвет за кредиты можно поменять. Я его сейчас покрашу в какой-то поярче. Мечты они такие. Ну, ладно. Тогда будем так. То есть, не зря, в принципе, черный покрасил. Скорее всего, она будет выглядеть жестко у нас. Чё это такое вообще? Это выхлоп такой? Или что это за хрень? Какие-то просто металл, какие-то металлические трубы приварены и всё. Ого! Карбончик нет. Карбон точно отпадает. Вот это вот выглядит ни хрена себе на самом деле. Вот это... Ой, вот это вот прикольно ещё. 18-й. Ух ты! Ух ты! Смотрите, крылья можно прицепить. Вроде бы, знаете, вроде бы 24 штуки. Вроде бы много, а вроде бы и немного. Так, в общем, есть вариант открытый, но тут выхлоп прям конкретно торчит. Или вот такой вот. Вот такой, мне кажется, поприкольней. Ну, лично для меня. Не знаю, как для кого. 297 кредитов. Берём. Передний бампер. Я даже не знаю. Дуга вроде бы прикольная. 63! Капец! А, так у нас решётка меняется, а не бампер. Ого! Ха-ха! Странно выглядит. Череп даже какой-то. Капец, они все разные. Чемодан какой-то. Но оно прям сквозь текстуры. Вот это, конечно, блин, могли поровнее, покрасивее сделать. Бак какой-то. Прикольно, кстати. Интересная дуга такая металлическая. Ох ты, нифига! Череп! Ха-ха-ха! Рога! И всё, да? А что у нас у следующего было? Ага, такая ровная фигня. Слушайте, в принципе, можно череп. Типа прям вообще дьявольскую тачку сделать. И с таким черепом. Да, или что у нас-то интересного есть? Ох ты, а тут тоже неплохо. Смотрите, черепа какие. Короче, мне кажется, вот этот вот вариант весьма неплохой. Хотя, блин, по стилю, если вот это вот рога вешать, то это уже нужно движок менять на другой. Можно вот эту черную фигню. И как-то так. Да? Но чемодан точно нет. Вот морда вот эта вот понравилась. С черепом и костями. Так, а какой там ещё бампер был? Ага, вот такой вот. Блин, ну этот прикольный тоже. Сложно выбрать на самом деле. Неизвестно, что я ещё сзади прицеплю там. Но тут катафоты мне не нравятся. Давайте вот этот вот. О, с хромом. Если что, поменяем. Так, диски. Ну диски мы уже выбрали. В принципе, да, можно дальше сток какой-нибудь воткнуть. С черепами. Ну как-то, мне кажется, типа прикольнее смотрятся. Так, это что? Зеркала тоже черепа, да? Нет, черепов нет. Ну оставим, наверное, классические вот эти вот. Заднее крыло. А переднего крыла не было, да? Нифига себе. Прям с арматурой. А что спереди подвеска моргает? Ну как-то, блин, арматуру нет, не хочу. Пусть голые эти колёса задние остаются. Спойлер. Нет. Явно нет. Так, а что ещё дальше? Салон. На салон, по-моему, у нас нет этого, бабок. Налика нет. На салон. Давайте жопу делать. О, боже, запаска точно нет. Прям что угодно можно прифигачить тут, судя по всему. Нифига себе, выхлоп. Жигулевские фары, по-моему, были. Где-то. Наверное, потерял. О, смотрите, скамара. Чё-то как-то тут скромно с выбором. Стандарта ставим тогда. Ну, типа, стандарт, только с другим бампером. Так, ну чё? Ну чё, вроде бы готово. Раскраска. Интересно, что вообще есть? Просто хотел бы посмотреть. Топ-100, ну-ка. Ржавчина, небось, какая-нибудь, да, есть? Раскраска, смотрите, сразу чёрная идёт. Протто. Весткост. Ну, понятно, тематические такие. Двухцветные всякие. Думал, ржавая ещё какая-нибудь будет, но нет. Есть матовая, есть фиолетовая. Черепа. С красной полосой. Пепси-кола. Звезда. Ну, дальше уже такое. Так, ну чё? Попробуем прокатиться на этом чудовище. Как раз день на улице. О боже! А как вообще ездить отсюда из салона? Я нифига вообще не вижу. Так, ну-ка. Он хоть стреляет? Стреляет? По-моему, сейчас по бокам дубасит. Нужно было выхлоп сзади убрать. Дубина, блин. Дросселя пашет. Слушайте, ну выглядит, по-моему, неплохо. Конечно, передний бампер, наверное, можно было бы убрать. И задний тоже убрать. И было бы вообще супер. Так, ну поехали потихоньку. Потихоньку поехали. Конечно, обзорность здесь жесть. Полная жесть. По скоростным характеристикам, я думаю, тоже полная жесть. Но вообще не видно, куда ехать. Я тут, в принципе, хоть дорогу еще немножко помню. Поэтому еду куда-то. Прикиньте, в реальной жизни так ездить? Нифига ж не увидишь вообще. Ну, блин, ты задолбал уже. В общем, мудозвон сраный. Китаец долбанный. Сейчас тут сделаем замерчик по максималке. Потому что там, я так понял, мне никто не даст сделать замеры. Так, ну салона мы, в принципе, посмотрели. Все классно. Но, блин, не фанаты прям такого вида салона. Когда вообще нифига не видно. Хочется хоть что-то увидеть. Слушайте, ну, в стоке, смотрите, 200 идет почти. Хотя, со спуска 200 так и не разогнался. Но, мне кажется, 200 это реально. Аж непривычно то, что во все повороты вписываешься. Я такой думаю, сейчас придется тормозить. А мы-то 200 едем. Че тормозить-то? О, 200 есть, смотрите, своим ходом. Но, возможно, воздушный поток еще тут срабатывает. Трафик не особо быстро едет. Да и мы не особо быстро. Поэтому улавливаем немножко. 223, как бы рекорды. Один нитро. Фиг узнать, где нитро. 220. А, так 223, вот потолок уже. Получается. То есть, в принципе, мы 220 ехали, это и был потолок. Прикол. Реально прикол. Ну, по стилю, конечно, такая. Вот спереди выглядит реально круто. Там только в Техасе в каком-то нужно на ней кататься. Но явно не тут. Такая прям... О, кстати, там же, по-моему, есть какие-то заброшенные шахты или нет? Должны быть. Возле Лас-Вегаса. Должны быть где-то заброшенные шахты рядом. Я не помню, где они находятся. Но мы можем сюда переместиться и по трассе куда-то проскочить, посмотреть. С пятой, наверное, сразу поедем, чтобы не клацать коробку. А то у меня ручка стоит. Нифига себе. Ёпта. Ха. Бывает и такое. О, у меня есть трафик сейчас? Та, блин. Что происходит? Что вообще сейчас происходит? Скажите мне, пожалуйста. Так, крайне странная штука творится тут. Так, и чё, куда мне поехать? Налево на трассу? Давайте налево на трассу. Ой. Еду как пьяный. Короче, где-то или слева, или справа должна быть шахта. Ну, по крайней мере, в первом крю была. А здесь, не знаю, есть или нет. Заброшенная шахта прям. Тут не видно, прорисовки не хватает. На такую дистанцию. Ну, вот типа, вот как горы справа. Вот типа, вот прям там была шахта. Слева вон какие-то пятна непонятные. Река даже слева есть. Прикольно. Так, ну вот чё-то намёки какие-то есть. На шахты. Ну, в горах я ничего не вижу. И там в горах тоже вроде бы ничего не видно. Но вот это вот место, тут сразу видно, да, что... Намёк. На шахты на эти. Ну-ка. Чё, будут выписывать? Питаки? Нет? Ой, я понял вас. Я вас понял. Давайте назад. Так, ну давайте с первой начнём. Ну, типа... Нет, второй вообще не может раскрутить. Или может? Как-то слабенько. Непонятно. Вообще непонятно. Железная дорога, а тут чё вообще? Сейчас какой-нибудь трупак найдём. Или шахту брошенную. Непонятное тут место. Кстати, а мы что по идее по карте можем приблизить и чекнуть, чё тут где есть, да? А, приближать нужно конкретно. Ну, а к минимуму горы мы сейчас видим и можем посмотреть на них. Ещё чё-то заброшенное. Да, тут походу тоже была шахта, только это получается с другой стороны горы. Это прям город-призрак тут какой-то походу. Ух ты. Ух ты. А туда попасть-то можно? Туда попасть можно, там дырень какая-то. Так, ну-ка. Чё-то у нас тут из теста тачки превращается в какую-то мистику походу серия. Но я думаю, что вы не против. Там реально видно щель, что туда в гору можно заехать. Интересно, там хоть кто-то был? Прикиньте, сейчас будет там миллиард долларов США будет лежать. Нужно объехать, потому что наискось по горам я не заеду туда. Ого, плита как поднята. Хотя, возможно, там косяк в текстурах просто, забыли заделать. Такое тоже часто бывает. Мы такое не раз, в принципе, видели, что в Far Cry, что в The Crew. Поэтому там, в принципе, удивляться нечему особо. Остатки шахт. Блин, надо карту открывать. Следующий подъём. Да, это что такое. По-прежнему булыжники. То есть шахта получается только в одном... То есть именно шахты там у нас, да? А тут нифига нет. Я просто не помню, где шахты были. По-моему, по этой стороне были шахты. А, это ветряки у нас. Думаю, что за фигня налеплена. Ну, получается, да, значит, тут шахты все. Ну, все, как сказать, все. Пару штучек. А, вот тут ещё можно было заехать. Короче, вот тут где-то... Вот, видите? Тут дырка. И непонятно, что там. Мы туда сейчас заедем, чекнем. Ну, что-то у меня сейчас после этого первого просмотра... Появилось... Мнение, что, возможно, там просто дырка и всё. И дно есть. И нормально всё. Но шахты, кстати, вот нашли уже полноценные. И дорогу полноценную нашли. А вот наш подъём. Вот наш подъём. Только нужно нормально подниматься как-то. По камушкам нормально подниматься. Ох ты, блин. Слушайте, ну внедорожник, кстати, нормальный. Так. А, дерево сбило. Нифига, дерево сбилось. И с нами поехали. Такое вообще было или нет? Так, вторую воткнём. И... Где вообще? Уф. Уф. Сейчас чё-то будет. Блин, реально внедорожник. Надо пятую воткнуть. Или с первой трогаться. Там яма. В которой просто земля и всё, что ли? Ой-ой-ой. Кстати, нормально спустились. Лол. Кажется, я знаю, где можно играть в прятки. Закрю. Чувак на самолёте пролетел, такой думает, и где он? Наверное, полупрозрачный. Пипец, я там завалился. А шахта, получается, вот тут основной ствол, да? А там всякие остатки. Прям деревня. А, помните, тоже в первом крюке была деревня какая-то заброшенная. По-моему. Может, это она и есть? Или нет? Это было такое стрёмное место на карте. С заброшенной деревни. Только оно проходило, по-моему, правее от Лас-Вегаса. Где-то вот тут проходило. По карте. Вот тупо справа от Лас-Вегаса проходило тогда. Прям в таком... В нужном стиле, так сказать. Будто сейчас ковбои повыскакивают. И так далее. Нет, тут нифига нету. Хм. Странно. Дорога куда-то пропала. Или просто не добавляли сюда. Было бы, кстати, прикольно, если бы она была. А, вот есть. Во. Остатки остались от этого дикого запада. Во, смотрите. Фарвест. Меркантил. Вот оно. Вот оно, это место. А мы где? Боже, где вообще? Чувак на самолете катается, не одупляется, где я вообще есть. Блин, ну погнали тогда туда, что вот на шахте-то делать. Шахту-то, в принципе, глянули чуть-чуть. Можно и туда заехать. Вот что-то камеру куда-то развернул, непонятно куда. Дрифт на поверхности. Так, мы перемещаемся сюда и... У нас за спиной где-то все это дело. Во. Достопримечательности. То вдруг, кто не знает, играет в крю и не знает, что тут вообще есть на этой карте. Так, где этот ларек? Ну, в первой части как-то тут поинтереснее все было. Реально прям атмосферненько было. А тут прям уже вообще руины остались, нифига нет. Но зато, кстати, горы, как видно, офигенно, да? Прям вообще пушка. Все. Паркуемся. Просто можно парковаться. О, или перед хатой можно запарковаться. Да, давайте перед хатой запаркуемся. Как раз вместе с хламом всяким. Для красивого скрина. Боже, как это неудобно. Почему постоянно камера крутится, долбаная? Все. Заднюю вырубаем. Фух. Зараза, в куст въехал. Чтоб тебя. Куда руль вообще крутить? Я заблудился. Все. Вот так вот кустик по динаме будет. Ну, что, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам эта тачка понравилась. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока.